День Города В случае возгорания старых жилых домов, причиной которых по предварительной версии являются поджоги. Олег Ковалев поручил разобраться с этой проблемой. Торговый центр Политаевский вновь окутали клубы дыма, теперь из-за загоревшегося маршрутного такси. Ветер сносит ветви. Почему городские власти не заботятся о безопасности рязанцев и не опиливают большие ветви деревьев? 16 августа на заседании правительства региона губернатор Рязанской области поручил усилить контроль за застройщиками. Обращаясь к участникам заседания, Олег Ковалев отметил, что в последнее время зафиксировано несколько случаев возгорания старых жилых домов, причиной которых по предварительной версии являются поджоги. В связи с этим глава региона обратился к руководству МВД России Рязанской области с просьбой провести тщательное расследование, выявить виновных и наказать по всей строгости закона. Перед главой администрации Рязани Олегом Булековым губернатор поставил задачу определить, какие строительные компании заинтересованы в каждом конкретном участке. Мы с вами боролись с этой темой в 2008 году, когда жгли все подряд. Сегодня у нас уже 2016 год. И конечно за такие вещи люди должны нести ответственность. И фирмы должны нести ответственность, если это именно так. Я не хочу никого подозревать, но мысли такие закрадываются. Потому что когда анализируешь, что подожгли, почему подожгли, и кто там рядом что-то пытается построить, и хочется чуть побольше земли, то по неволе это закрадывается. Поэтому застройщикам, если они хотят работать нормально, охранять надо даже людей этих, чтобы на них случайно не подумали. Это вот такая тема болезненная для граждан. Люди теряют свое имущество. Выкупайте. Если хотите строить, выкупайте. Приходите к людям и выкупайте. Торговый центр Политаевский вновь окутали клубы дыма. Теперь из-за загоревшегося маршрутного такси. По словам очевидцев, «Газель» вспыхнула после небольшого взрыва. Информация о возгорании на пуль дежурного МЧС поступила в 12.52. Через 4 минуты на место прибыли две пожарных машины. И уже через несколько минут пожар был локализован. В происшествии никто не пострадал. Пользователи социальных групп ВКонтакте выкладывали фото и видео происшествия. Под некоторыми в комментариях шутят, что завтра «Газель» вновь выйдет на маршрут. Не секрет, что с печальным состоянием большинства городских маршрутных такси рязанцам приходится мириться ежедневно. Сильный ветер – настоящая напасть для рязанцев как для пешеходов, так и для автомобилистов. Почему-то кронирование и опиловка деревьев во дворах и спальных районах города управление благоустройства не очень-то и заботит. Буквально вчера на улице Фирсова заметит центр города. Огромная ветка упала и продавила крышу автомобиля. И таких случаев заодно лишь это лето произошло с десяток. Парковать машину под деревом – не самое лучшее решение для автовладельцев в нашем городе. Владельцу этого автомобиля, можно сказать, повезло. Изгиб отломавшейся от дерева ветки оказался очень благоприятной формой и машина осталась цела. Как говорят, стоит бежать за лотерейным билетом. Такое везение не часто встречается. Вспомним хотя бы трагический случай конца июня, когда водитель Нивы погиб в Сасовском районе, придавленный упавшим деревом. Опасность, исходящая от деревьев, между тем не должна становиться нормой. С проблемой, когда старые деревья представляют опасность, нам пришлось давно столкнуться. И один из первых случаев – это на улице Фирсова, когда человек несколько раз делал письменную заявку о том, что ветка достаточно большая сухого тополя при падении может обрушить его балкон. Это все и произошло. И в дальнейшем, когда в суде был запрошен журнал заявок, там неоднократно было написано «нет пилы». То есть заявка от этого человека, а рядом пометка «нет пилы». То есть пилы не нашлось. И в дальнейшем по решению суда пришлось восстанавливать. Мало того, что был поврежден балкон, тополь при падении, был достаточно сильный ветер, он выбил оконную раму. И при падении там еще подлокотник у дивана был поврежден. Вот были такие примеры. Если утром вы вышли из дома, чтобы отправиться на работу и обнаружили, что ваш автомобиль поврежден упавшей с дерева веткой, юристы советуют обращаться по телефону общего назначения 911. Сообщите о факте случившегося, назовите номер и марку автомобиля, затем сделайте фото и позвоните оценщику, который поможет установить ущерб и составить претензию. У администрации ЖКХ есть пять дней на рассмотрение вашей претензии. Как правило, чиновники отвечают отказом. Мол, дерево было в порядке, но упало от сильного ветра. В таком случае обращайтесь в суд и уже в судебном порядке разбирайтесь, чье дерево, кому оно принадлежит и какие городские структуры в ответе за него. Городские зеленые насаждения всегда стоят на чьем-то балансе. У каждого дерева есть свой хозяин. И как показывает практика, деревья чаще всего падают не из-за урагана, а из-за того, что за ними не следят. Бывают ситуации, когда обеспокоенные жители сами решают проблему. Стоимость обрезки или ликвидации одного зеленого объекта составляет от 8 до 10 тысяч рублей. В стоимость работы входят услуги обрезчика, грузчиков, аренда вышки, плата за вывоз веток и их утилизацию. Но есть и другие истории, когда посадки уничтожают совсем без необходимости. Все чаще в нашу телекомпанию поступают звонки от рязанцев, которые бьют тревогу. На улицах, прямо под окнами, во дворах вырубают кусты и деревья, ничего не предлагая взамен. Так случилось на улице Циолковского. Была замечательная береза с толстым стволом, абсолютно никому не мешавшая. Почему вот это случилось? Никакие органы не в курсе вот таких вот действий. Ни префектура, ни прокуратура, ни наша ЖЭУ, ни инспекции по благоустройству. Ну что это такое творится? У нас теперь можно делать вообще бездействие? Бездействие будет полное? Что самое удивительное, управляющая компания не в курсе, кто мог вырубить дерево. То есть исполнителей этого варварского, по мнению жильцов, акта найти не представляется возможным. К признакам, по которым определяют, что дерево пора убирать, относятся сильный наклон, сухость ствола и выпирающая над землей корневая система. К тому же особо хрупкими породами считаются тополь и ива. За ними нужен пристальный контроль. Однако стоит помнить, что деревья нужны в городе не только для красоты. Поэтому просто ликвидировать старые насаждения не является решением проблемы. Необходимо насаживать молодые посадки взамен. К тому же в нашем городе есть немало мест, где требуются новые деревья и кустарники. На базе лагеря «Солнечный», что в Солочи уже 41 год, работает летний лагерь «Пламенный». Воспитавший уже не одно поколение рязанцев, он и сегодня следует добрым традициям. Но одновременно с этим, с каждым годом его сотрудники, которые и сами провели свою юность в Пламенном, стараются привнести что-то новое и интересное для своих воспитанников. Начиная от директора лагеря «Пламенный» Александра Ширяева, почти все работающие в этом лесном массиве люди всю свою жизнь связали с детскими лагерями. Да, я тоже был в лагере, но я был не в этом лагере, я был в лагере «Рубин», а потом уже меня направили сюда, и здесь я работал вожатым, комиссаром, потом металлистом и директором. В основном весь педагогический отряд, он из детей, которые были до этого активистами в лагере, они потом прошли обучение, стали уже вожатыми. Традиционно коллектив очень дружный и энергичный. От активистов так и веет жизненной силой, которой заряжаются окружающие на протяжении не одного десятка лет. 41-й день рождения «Пламенный» встречает, как и всегда, на протяжении всего последнего летнего месяца. Но четкая дата все-таки есть – 19 августа. Все хорошее, что было еще, когда он был при Советском Союзе, все хорошее мы сохранили. Это «Песни у костра», «Дружба», «Орлярские круги», «Посиделки у свечи». Ну и все добрые-добрые традиции все остались, они жизненные, они все работают до сих пор. Поскольку мир, да и современная молодежь не стоят на месте, а беспрерывно развиваются, в лагерях тоже происходят трансформации. К уже существующим традициям, играм, развлечениям, отдыху и тематическим встречам добавляются нововведения, которые хорошо приживаются, дают детям больший простор для размышлений, образования, продвижения вперед. Например, сейчас «Пламенный» принимает особую смену. Здесь работает лагерь активистов, съехавшихся со всех районов Рязанской области. Всего 55 детских общественных организаций. По сути, они приезжают летом в этот лес для обучения. С утра они у них учатся, после обеда они там тоже мастер-классы, где приезжают гости различные. Каждый день тематический, он посвящен чему-то. Вот вчера там был День национальности, приезжали рязанские диаспоры национальные, с ними общались, они изучали различные национальности в нашу многонациональную Россию. На этом был День спорта, приезжали ликоатлеты, олимпийские чемпионы, общались, показывали что-то. Каждый день будет День кино, День бизнес-день. Среди прочего и День профессии, и День английского языка. В общем, каждый день особенный на протяжении всей смены. Так что дети от 10 до 15 лет получают здесь большой багаж информации и знаний. Именно так работают в сочетании древней традиции летних лагерей и свежие идеи нового времени. Выйти из отпуска и уволиться. По статистике, чаще всего люди принимают такое решение именно после затяжных каникул. Психологи уверены, что все дело в том, что после прекрасного времяпрепровождения браться за работу, особенно если она рутинная, крайне сложно. Но выход есть. Итак, как же безболезненно пережить выход из отпуска? Чем активнее, ярче человек провел свой отпуск, тем труднее будет погрузиться в работу. Резкая смена обстановки грозит стрессами и нервным напряжением, и даже депрессивным состоянием. Чтобы помочь организму войти в привычный ритм и справиться с послеотпускным синдромом, необходимо придерживаться нескольких простых рекомендаций. Мы можем заболеть по разным причинам. По естественным, потому что не закончился период реаклиматизации, например. Либо это могут быть действительно психологические сложности, как нежелание возвращаться в этот коллектив, на эту должность, в эту профессию, на это место работы. Это действительно может быть так. Чтобы продлить после отпускной удовольствие, можно заниматься любимым делом. Почитать книги, посмотреть легкий фильм, встретиться с друзьями. Не стоит сразу после отпуска что-то глобально менять в своей жизни. Кардинальные изменения требуют моральных и физических сил. Многие люди решаются сменить работу именно в послеотпускные дни. Однако, прежде чем это сделать, нужно взвесить все за и против. Если человек кардинально настроен не возвращаться на работу, это большой вопрос. Это его действительное решение не возвращаться на работу, или это какой-то верхний слой проблем, которые более глубоки. И тогда рекомендовано обращаться к специалистам для того, чтобы отделять действительные желания от тех сложностей, которые человек пока что не видит. При выходе из отпуска важно соблюдать правильное питание. Умеренное потребление горького шоколада, большого количества свежих овощей, фруктов повысит уровень эндорфинов. Это добавит бодрости, ощущения счастья и спокойствия. Не стоит пренебрегать физическими нагрузками, прогулками на свежем воздухе, утренней зарядкой. Очень хорошо важно соблюдать режим. При этом важно его начать соблюдать не в первые дни, когда отпуск закончился, а за 5-3 дня до того, как он еще идет, собственно говоря. Это позволит медленно и плавно подготовиться и подойти к рабочим будням. Вообще всегда постепенно надо, когда выходишь на работу, не сразу 100% браться за работу, а постепенно привыкать, потому что период адаптации всегда же должен быть. Я думаю, наоборот, выходит из отпуска без депрессии. Депрессию можно впасть перед отпуском, поэтому я этой проблемой не страдала никогда. Мы вообще не местные жители, мы сюда приезжаем, мы постоянные гости города Рязани, нам очень нравится. Мы сюда и зимой, и летом приезжаем, чтобы тут, в общем, погостить. Нам тут очень интересно, с братом нравится. На начало учебного года осталось две недели. У школьников еще есть время, чтобы насладиться последними днями летних каникул, а вот в учебных заведениях уже вовсю идет работа, подготовка к приему учеников. Сегодня стартовали комплексные проверки готовности рязанских школ к началу учебного года. По информации Управления образованием и молодежной политики, с 15 августа по 19 августа проходит комиссионное обследование всех учреждений системы образования города Рязани. В течение недели будет обследовано 68 школ, 112 детских садов и 18 учреждений дополнительного образования. В состав комиссии вошли специалисты Управления образования и молодежной политики администрации города, члены Совета руководителей образовательных учреждений, представители Госпожнадзора, ФСБ России, МВД России и Роспотребнадзора. У нас есть определенные параметры проведения сроков проведения ремонта. Мы должны уложиться до 1 сентября текущего года, до начала учебного года. И поэтому сейчас, в течение августа, должны завершить все работы, которые начали в соответствии с контрактами, договорами, в результате заключенных с подрядчиками на проведение разных видов работы. В ходе проверки обследуется санитарное состояние учреждения, готовность инженерно-коммуникационных систем, соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. В этом году наша школа явилась одним из самых крупных бюджетополучателей. Из бюджета города Рязани нам были выделены значительные средства на капитальный ремонт входной группы и кровли площадью более 700 квадратных метров. Также наша школа отличается тем, что мы очень плотно, конкретно и очень эффективно работаем с шефами. Шефами нашей школы являются несколько крупных предприятий. В этом году на подготовку учреждений к новому учебному году из бюджетов всех уровней направлено около 73 миллионов рублей. За счет этих средств проведен ремонт кровли, фасадов, системы отопления и водоснабжения, вентиляции, электропроводки в 35 детских садах, 45 школах и двух учреждениях дополнительного образования. Также привлекались в небюджетные источники. Паспорта готовности к новому учебному году все учреждения образования должны получить к 1 сентября. Заслуженный метеоролог Татьяна Балюк награждена знаком великого князя Олега Рязанского. Соответствующее распоряжение губернатора было опубликовано сегодня. Награда Татьяны Балюк достойна за многолетний добросовестный труд и исключительные заслуги в области метеорологии. Ну а наш специалист по погоде Наталья Новикова в своем сюжете расскажет о том, чего ждать рязанцев в ближайшие дни. Доставать ли зонты или солнышко еще побалует нас летним настроением. Глядя в окно на пасмурный город теплоодетых людей и слушая временами непрекращающийся шум дождя, конечно, трудно поверить, что лето в наш регион еще вернется. Унылое осеннее настроение создал южный циклон. Но любой циклон, особенно южный, повинуется ведущему высотному потоку. Он и уведет дождливый синаптический объект на север европейской территории России. Уже завтра умеренные ветры юго-восточного и южного направления предопределят повышение дневной температуры. Но облака и коротковременные дожди не дадут ей подняться выше 20-23 градусов. В четверг и пятницу повышение температуры и улучшение погоды станут более явными. Антициклонность с северо-востока начнет заметнее влиять на погоду в регионе. Солнцем станет больше. А южные воздушные потоки на высотах и юго-восточные ветры у земли на западной периферии антициклона в сочетании с солнечным прогревом к пятнице повысят температуру до плюс 25 градусов. Правда, от коротковременных дождей преимущественно днем. Антициклон не застрахует. В общем, синоптики обещают, что лето еще не закончилось. И несмотря на то, что изнуряющей жары уже не будет, солнечными деньками насладиться еще успеем. На этом мы завершаем наш выпуск и прощаемся со зрителями до завтра. Благодарим вас за внимание. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok